Пустая квартира В эту сферу я вошел с детства, потому что у меня вся семья музыкальная, в принципе, и папа мой тоже музыкант, он, соответственно, меня в эту сферу и привел, привел в театр песни «Акцент» в возрасте 6 лет, в 95-м году. С преподавателями поддерживаем связь и, ну, конечно же, не так, как тогда, когда я жил в городе Барнауле и мог каждый, там, чуть ли не каждый день видеться, там, спрашивать какие-то советы и так далее и тому подобное. Этого порой не хватает, естественно. А время все расставляет свои места. И, как вы видите, наверное, немногие из проекта «Фабрика», выпущенные за эти годы, занимаются чем-то, я имею в виду, по музыке. В 2006 году объявили кастинг на центральном телевидении, и мой друг меня подначил все время поехать на этот проект, но я не верил в это. Моя подготовка и мой уровень исполнения, и, собственно, и явились основным фактором, за которого меня взяли на проект, потому что я выступал намного лучше всех остальных претендентов. На сегодняшний день Челси гастролирует. Мы дважды группа года, у нас три золотых граммофона, и, в принципе, как любой бойс-бенд, рано или поздно он заканчивается, наверное, так логично. Мы с ребятами уже начали свои сольные проекты, и успешно сейчас их продвигаем. Завтра у меня концерт в Москве. По прилету сразу в 10-10 часов утра я в 10-20 прилетаю, к часу дня я еду на саундчек, в 5 часов у меня уже выход на сцену. То есть я домой даже не попадаю, потом я еду домой, сплю несколько часов, к 9 утра я еду в Шереметьево, и мы улетаем в Новый Уренбой с Челси. Тяжело, поэтому занялся спортом. Нет, не привыкаешь, нужно заниматься, выносливость повышать, потому что если в 17 лет, когда я этим только занялся, это давалось легко, то на сегодняшний день я понимаю, что мне нужно намного больше успевать, потому что помимо Челси, как я уже говорил, у меня появился сольный проект, это очень сложно. В 24 года я поехал на конкурс Юрмалы на новую волну, новая волна 2013 в Юрмале, и занял презрительских симпатий. Для меня это безумно дорогая награда, еще получил бриллиантовую волну из рук Игоря Яковлевича Крутого, которого я безумно уважал всю жизнь и любил его творчество. Это было вдвойне приятно. В прошлом году я уже участвовал как приглашенный гость, и уже в этом году конкурс «Новая волна» переехал в Сочи. И 4 октября я поеду в Сочи исполнять одну из музыкальных композиций с представительницей Греции. Как-то раз попал на приглашенный на открытый урок в школу Аллы Борисовны Пуличевой, не зная то, что это ее школа, провел открытый урок один, рассказал про то, как я начинал в Барнауле, про то, как все происходило. И, соответственно, мы дошли к тому моменту, когда Алла Борисовна попросила спеть. Я сказал, что песню Челси петь будет неправильно, и давайте лучше я спою свою сольную песню, которая на тот момент только вышла на радио и на телевидение. Я боялся очень сильно критики с ее стороны, потому что все-таки я человек взрослый, с немножко другими музыкальными вкусами, так скажем, взглядами. Но, что меня приятно удивило, после моего выступления Алла Борисовна сказала, вот, дети, посмотрите, как можно исполнять модную музыку на русском языке. Что, в принципе, я и ставлю во главе своего творчества. Это такая песня, прожитая мной лично, это песня о моих отношениях, которые длились пять лет и действительно очень тяжело закончились. Написали с ребятами за полгода, с моими музыкантами, порядка 15 песен. И, в принципе, поняли, что помимо любви есть еще много чего в жизни, о чем хотелось бы сказать и спеть. Поэтому, соответственно, у моего менеджера Миши родилась такая идея, как песня Гудини и клип на нее. Разрежь меня белой Гудини, залей меня водой Гудини, но буду я живой Гудини, новую жертву готовь. Только не ошибись, Гудини, я так верил в тебя, Гудини, пусть целый мир увидит, как воскресает. Гудини — это некий симбиоз музыкальных жанров, направлений, соответственно, который я делал с ребятами из Финляндии. Мы были номинированы на премию Russian Music Box, которая пройдет 19 ноября в Кремле. И мы с ребятами очень этим гордимся, потому что это первая наша номинация в номинации «Прорыв года» и «Рок Прорыв года». Там, соответственно, вы увидите все номинации, и там есть мое имя, куда можно поставить галочку. Голосование абсолютно бесплатное, поэтому все могут это сделать. Если не я и не моя команда, мы каждый день не будем просто ломать эти стены и не будем побеждать просто. Какие-то даже маленькие победы, там, ротации на телевидении, ротации на радио и так далее. Это дает надежду молодым ребятам по-прежнему собираться в гаражах, сочинять музыку, репетировать, купать инструменты, заниматься любимым делом. Передо мной сейчас сложная задача — положить здоровье, время. И какая тут личная жизнь может быть? Разве что найдется девушка, которая способна это понять, не знаю, я пока такой не встретил. Пока только претензии и большие амбиции. Мне уже 26 лет, и я считаю, что у меня немножко уже другие ценности в жизни и цели. И мне нужен человек, который это понимает и поддерживает в первую очередь. Вот. Собственно, как-то так. Вот и ответ вам. Отдай мне свои секреты, никому не скажу об этом. И ты знаешь, это обман. Я их сразу кому-то продам. Они стоят много миллионов соблазнительных мыслей. Они стоят много миллионов человеческих жизней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова